Пошли посмотрим теперь на коммерческий транспорт, то есть что они тут стоят. Вот к примеру Fiat Scudo 13-й год 171000, это у нас по-моему длинный, прайс 7400, за сколько он сторгуется никто не знает. Вон поехал этот Scudo сейчас торговаться. Дальше есть вот такие вот розовички, это реношки, они идут двухместные, есть вот такие добло 16-й год 135000, прайс 5900, короткий, неплохой, новая морда, выглядит неплохо. Таких розовичков, конечно, сегодня что-то мало. Ну сейчас посмотрим. Вот у нас ренок Йонго, подбитый, 116000, 14-й год, дизель, 14-й год с тихосмотром, там тоже каких-то замечаний хватает, 116-й год мы сделали тихосмотр, притёрта, ну короче, бочина притёрта, в ходу уже она деланная. Да, вот покоцанная тоже какие-то наклейки, сзади покоцанная вмятина, наклейки поснимали, но не знаю, я же говорю, не знаю, за сколько она будет продаваться, никто не знает, вот сейчас проходит, вот как он там закончится, или какие, ну вот такие вот машины, вот видите, это всё французские машины, Peugeot Viper. Peugeot Viper, 15-й год, 65000, чуть подкоцанный грузовичок, так, 65, у него тихосмотр, 532-й лот, и вот маленький райс, 4,7. Бочина вся, видно, пятёртая, здесь коцка, здесь коцка, Рено Клио, это у нас Рено Клио, в бизнесе, 16-го года, 97000 пробег, дизельная, вот 230-й, 230-й номер, то есть она будет торговаться, то есть перед продажей обязательно люди приходят, осматривают машины, выбирают те, которые им нравятся, там, визуально и по параметрам, и потом вот записывают себе номера лотов, и в самом уже торговом зале предлагают свои цены.